Сайд, атакует, создает моменты. У него было 1-21, то есть Локомотив наработал на один гол, но забил 7. Авангард – это хрень полная, вообще помойка, да? И все, и миллион комментариев сразу на тему, какой я дебил. Остался в этом Кубке Гагарина только один тренер, который выиграл Кубок Гагарина. Это Никитин. Тут это поражение, тут это паника, и в итоге нашли сразу же крайнего. Ну как оно? Может, там машина на той стороне, просто машина. Всем привет! Привет, ребята! Передача «Отдел хоккея» снова с вами. Андрей Юртаев, Виталий Славин пишет текст прямо по ходу нашей передачи. И Павел Исенков. И смотрите, мы обсудили в предыдущей передаче две пары. Это были автомобилист «СКА» и «Спартак Металлург». Сейчас грех не поговорить о поездке нашего дорогого, уважаемого «Авангарда» в Ярославль. Дорогой, уважаемый, потому что ребята из Омска, вы прям даже на прогнозе 10 тысяч собрали просмотров? Да, да, 10 тысяч на прогнозе. Андрей просто вышел с чашечкой кофе за две минуты прогноз, 10 тысяч человек прибежал, посмотрел его. И мы, конечно, повторим этот опыт. Ну да, Андрей же угадал овертайм, да? Ты сказал, там будет один, два дополнительных. Нет, я сказал, я поставил что-то победу «Авангарда» с учетом овертайма. Нет, ну ты угадал, что будет тогда играться. Ну типа, да, типа, да. Вы представляете, насколько... Овертайм победил «Локомотив». Ну это могло и туда, и туда вернуться. Представляете, насколько мощная фан-база у «Авангарда», насколько она расстроена и шокирована. Давайте мы эту историю... То есть сама серия, она по-настоящему началась с 0-7 от «Локомотива», которое было в Омске. С круглыми глазами люди сидели. Причем «Локомотив» настолько оказался хитрой командой, что «ХГ», вот эта продвинутая статистика, да, это ожидаемые голы, да? То есть команда бросает, атакует, создает моменты. У него было 1-21, то есть «Локомотив» наработал на один гол, но забил 7. Да, и ошарашенный Михаил Кровец мне рассказывал. Потом, говорит, на следующий день. Я изучал все это, у них было 6 голевых моментов, они забили 7 голов. У нас было 7 голевых моментов, мы забили 0. В предыдущем матче у нас было 8, мы забили 1 гол. Что-то я прям сомневаюсь, что «Авангарда» в той игре 0-7, было 8 голевых моментов. Сильно сомневаюсь. Он художник, да? Да, прекрасно. И зашли в тренерскую, руководители «Авангарда», сказали Михаилу Кровцу, что он свободен, с ним расторгают контракт. Это на следующий день сказали? Да, после 0-7. И «Авангард» уехал в Ярославль, где мы как раз сейчас оценим на целом это пребывание. Даже не отталкиваясь от третьего матча, а просто там же еще и четвертый впереди. Что там вообще происходит? Ты уже как раз любимец омской публики. Сейчас еще 20 тысяч прибежит на твою реплику двухминутную. Покажи, как это. Я сейчас, знаешь, на чаши весов сейчас слышу. Сказать, что «Авангард» – это хрень полная вообще, помойка. И все, и миллион комментариев сразу на тему, какой я дебил. Или, а нет, потому что «Авангард» – классная команда, и комментариев нет. Да, но, послушай, это такое… С одной стороны, они могли перенять пример у «СКА» 46. Да, когда Германа Титова поставили. Да, перед пятым матчем. Да нет, ну что, вот это увольнение тренера – это паника. Но я считаю, что это паника. Вот просто. Это были плохие матчи. Шоковая терапия. Шок шоком выбивает. Ну как, хуже не будет. Вот я, знаешь, вот давай, опять же, из своего опыта работы в «Салавате» и «Лайве». «Салават» проиграл 0.8 Акбарсу в серии, это был плывок 2016 года. Там, правда, немножко другая была история. Там «Салават» ввел, там было на тот момент что-то… За хартием было? Да, да. Ну, в смысле, у «Салавата» было преимущество, сейчас не помню, какое конкретно, по ходу серии. И случились 0.8 в Казани, и на следующий день там, правда, в клуб приехали прямо из-за правительства республики. То есть, вот это даже не для спортивных чиновников, это для руководства республики. Эти 0.8 Акбарса были прям вот событием, на которое надо как-то отреагировать. То есть, прислали в клуб, ну, во-первых, там съемочную группу неспортивного там, неспортивной редакции, а вот каких-то прям вот этих общественно-политических. Там прям поставили капитана команды Игоря Григоренко, там Игоря Захаркина, которые в камеру прямо вот сказали, типа, мы выиграем следующий матч. Ну, они, правда, выиграли. Как бы здесь вопросов нет, но… Два дня было, чтобы прийти в себя. Ну, тут, знаешь, даже вот отношения, то есть, Захаркин ходил и говорил, да что, типа, суетятся-то все. Ну, 0.8, ну, 0.8, ну, 0.8, следующий матч выиграем. Он, ну, может быть, это немножко было такое напускное, но он вообще, внешне он как будто не переживал. Ну, типа, ну, 0.8, ну, и ладно. Ну, и правда, выиграли, там, следующий матч, выиграли серию, да. И серию выиграли. Да, и серию выиграли, да. Но вертаем из себя матч, да? Не уверен насчет овертаема сейчас. Там что-то было как-то безумное. Он выиграл две серии с седьмых матчей, по-моему. Да, это был седьмой матч, правда, в седьмом матче выиграли, но я, честно говоря, не уверен насчет овертаема, сейчас просто не помню. Вот. А здесь, ну, я допускаю, что случились те же самые, ну, плюс-минус, те же самые 0.7. И, наверное, опять же, вот примерно как вот в Уфе тогда там на уровне руководства отреагировали, что надо что-то делать, да. И Захаркин как-то их, может быть, убедил, типа, что ничего не надо делать, сейчас выйдем и выиграем. А здесь, видимо, люди не получили какого-то вот такого ответа, что, типа, не надо паниковать и истеричь, сейчас выйдем и выиграем. Ну, к тому же еще и сам хоккей был такой у авангарда, что в первой игре, начиная со второго периода, 1-2, что там тоже как-то не было похоже на то, что авангард выйдет и выиграет. И здесь вот люди, поддавшись этим эмоциям, наверное, я так предполагаю, все-таки Кравца отставили. Может быть, еще и потому, что изначально Кравец это была не совсем, ну, скажем, идея, которая всем нравилась. Потому что мы же помним, что Кравца подписали, ну, продлили на этот сезон как-то так не сразу. То есть, это, возможно, какие-то другие варианты, которые сорвались. И, ну, ладно, пусть будет Кравец все-таки финал конференции. А тут они вроде бы и изначально не очень его хотели. Тут это поражение, тут это паника. И в итоге нашли сразу же крайнего в лице главного тренера. Ну, я сильно сомневаюсь, что на вот дистанции всей серии это реально поможет. То есть, ну, может быть, что-то выигрывает там еще, да. Но в целом, мне кажется, это не повлияет на исход всей серии. А все знают, почему спунтер не играет. Он что-то перед серией сказал, что у него что-то с животным было. Ну, это на открытой тренировке, так он говорил, да. Может, какой-то конфликт в команде. Первый, второй у меня, смотрите, там, конечно, есть претензии к тренеру. В первом матче там уже в дополнительное время было два удаления у Локомотива. В первом овертайме, во втором овертайме. И там моменты были, все было. Ну, да, там Чистяков попал в перекладину, да? То есть, попадет через Чистяков в ворота. Да, да. В моменты были, там вышел 2 в 1 Ткачев, там не забил. Потом, по-моему, момент был у Пьянова. То есть, моменты были, они могли выиграть. А претензии, что, может быть, там надо было взять тайм-аут, дать отдохнуть именно в овертайме перед большинством. Немножко... А во втором матче меня больше всего напрягло, что, во-первых, там Вербу поставили играть. Вообще пловко, да, там игроки каждый на счету. Он же вообще нулевой. Сейчас уже нет Товгаев, Чистых Товгаев. Нет, нет. Ну, Верба же может там в меньшинстве побегать вот это все. Нет, ну, в большинстве играл, причем в нападении. Да. То есть, место заняло. И шесть защитников поставили. Ну, конечно, их растаскали. А в первом матче, то там Киселевич просто упал, у него силы иссякли. У него там, на самом деле, были несколько таких решений непонятных. Я не понял, как вообще, почему Пьянов оказался в первом звене. Ну, потому что, видимо, просело второе, когда оттуда выбрали Прохоркина. И, видимо, решили, что... Нет, ну, сначала не Прохоркина поставили, по-моему, в первом матче. В первом матче, да. Да, он разрушил второе звено. Вот, и, видимо, поэтому решили, чтобы второе звено не ломать. Нет, то есть, он что-то, да, старался делать. Но, главное, мне кажется, ты же правильно сказал, что команды-то еще летом не было. Они подписали же Ткачева в последний момент, когда избавились от этого Найта в Швейцарии. Я думаю, там не так все было. Так вот, плоско, как нам рассказывают. А сейчас вот я хочу подчеркнуть один момент. Никто, мне кажется, на это еще не обратил внимание. Но сейчас остался в этом Кубке Гагарина только один тренер, который выиграл Кубок Гагарина. Это Никитин. После того, как появились Белядинов с Федоровым. Да, все, Белядиновым. А Кровец только в прошлом сезоне выиграл первую серию плей-офф. Потом Локомотив-то, пест стоит, сколько он уже Никитин? Третий сезон, да, или четвертый? Ну, в общем, там команда подогнана так, что там кирпичики игроков, что иголку не просунешь. Просто Авангард, мне кажется, не повезло, что он на такую нарвался команду. Вот то, что убрали тренера, это надо смотреть по итогу. Вдруг Авангард преломит серию. Да, правильно. Если ничего не сделают, как бы это было действительно шоковой терапией. Четвертый матч. Что-то надо было делать. Давайте мы запрогнозируем четвертый матч, как вот вы видите. Давай я сразу скажу. Локомотив выиграет. Так, а ты как думаешь? Ну, я тоже думаю, что Локомотив выиграет. Я не верю, что вот эти все перестановки прям... Ну, я говорю, может быть, там какие-то вот отдельные всплески, но чтобы прям на дистанцию всей серии. Да, объяснить. Там с третьего периода, с первого матча там подавляющие преимущества Локомотива. Они просто... Ну, перед серией отмечали, что может любой забить. Там четыре звена, они просто все универсальные бойцы. Типа, да. А там уже вратарь полный порядок. Он же подтащил в овертайме первого матча, он выручил. А там уже вратарь начали менять, да, по-моему? Хомченко убрали, а после третьей шайбы в втором матче. Ну, да. Да, про Скорякова поставили. Защита там уже все просела, сил нет. Ну, то есть, я не вижу, защита, чего они могут зацепиться. Даже эта стряска. Ну, как она может? Там машина на той стороне. Просто машина. Ну, да. Если даже будет 4-0, я как бы не удивлюсь. Локомотив выиграет, потому что крайне неудобный стиль команды для авангарда. Крайне вот это все, опять же, где спунер, да, и даже когда он вернется, в каком он будет состоянии. И все вот это, ну, как бы, чувство беспомощности у меня вот такое. Я когда ставлю себя на место авангарда, когда играешь против такого локомотива, который действительно похож, ну, конечно, там нету капризу, да, Сорокина, но, с другой стороны, чем Исаев играет хуже, чем Сорокин в 19-м году? Ну, Исаев-то, посмотрите, он мало чего пропускает. Он один из лучших вратарей. Слушай, а Березкин, там какие сейчас шабы, Полунин, там. Смотри, да, в атаке. Кирьянов молодой, вообще, я не знаю, сколько ему, 20 лет, он берет шабы, через всю поле ее протаскивает. Да. Вообще, состав-то отличный. Есть опытный, там, Андронов, Каюмов, Симышев, Бут играет. Ну, вообще, команды, если мы, как я считаю, это главный претендент на победу в Кубке Гагарина. Великолепно. То есть, действительно, мы это запрогнозировали. Я, кстати, посмотрю, что там на Винлайне-то дают за это дело. Да, сколько шансов. Какие, да, надежные. Интересно авангарду. Да, да. И пока давайте обсудим вторую пару. Вот, кстати, Динамо тоже вдруг неожиданно нас не стало уверенно брать серию. Динамо-то. Ну, да, ну, вот, мне кажется, это прям продолжение для Трактора серии с Салаватом. То есть, сейчас, если мы откроем лидеров по заблокированным броскам, плей-офф, там, из пяти первых мест, там, четыре, это будут игроки Трактора. Потому что они все ловят на себя, фукали все ловят, ну, что может. Если бы даже брать вот как показательный второй матч, Динамо сделала все для победы, все. О, 50-30 по броскам, два большинства, их, казаканек, Гусев дубль, мы увидели настоящего Гусева, да? Да, Гусев начал играть. Выстали 3 на 5 в этом, в овертайме, 3 на 5, это вообще больше минуты они сыграли, они характер показали, домашняя атмосфера, все, все сделали и проиграли. Ну, вот, проблема с вратарями, никуда не делается, она вот эта и губит в этой серии. Ну, получается. Проблема с вратарями. Получается так. Да, Матарагин-то вышел, на ноль играл до овертайма. Винлайн, Винлайн нам говорит о том, что, ну, если так, знаете, округлить, то полтора на то, что выйдет дальше трактор, 3 на Динамо. Шансы трактора в два раза выше. Нет, авангард, посмотри, пожалуйста. Авангард, это да. Сколько дает там авангард? Заходим на Винлайн опять. Думаю, он рекордный показатель. Смотрим на Винлайн, наш надежный. 5,0, что авангард выиграет серию, 1,19, что локомотив ее выиграет. То есть там практически все без интриги. По похожему Спортаку, да? Спортак с магниткой похожа. Динамо, слушайте, лучшая команда регулярки на таких соплях держится в этой серии. Ну, вот преимущество у трактора все равно в вратарской линии, да? Да. И, как выясняется, этого уже достаточно для того, чтобы, допустим, команда ввела в серии. Ну, там посмотрим дальше, что серия еще продолжится. Ну, трактор поражает реализацией. Ты сказал насчет блокировки бросков. У них процент реализации какой-то там запределили. Ну, вот этот же процент реализации, это же палка о двух концах. То есть, с одной стороны, можно говорить, что нападающие забивают больше, чем они должны были бы, по идее. А с другой стороны, вратари-то должны ловить, наверное, да? Что если там Самонов не ловил в первом раунде, что Коновалов, как бы, и не сказать, что там прям какие-то серьезные... Как говорил Кудашов там после второй игры, да? Что там вроде каких-то прям ошибок не было. Ну, смотри, них нацениться на ворота, конечно. Там Качев забил откуда-то от спины, да? Залетело. Когда там Шабанов бросал. Шабанов в девятку вылежную забыли. Пошу фантастика. Кто-то говорят в НХЛ, я считаю, это человек готов для НХЛ. Шабанов? На капризово похож. А смотрите, Хусмудинов уже, я с ним сомневался, он уже передачу заработал. Да, выгодно бросали. Да, выгодно бросали. Играет по 14 минут. И поставили звено с капитаном. Как это это? Ой, забавно. 17-й номер капитана. Фалинин. А? Фалинин. Фалинин, да. Играет... А у них капитан, да? Фалинин. Сейчас там это... Я думал, Халинин говорит. Фалинин. Основной там сейчас травмирован. А, да, тоже. Спёрджин же. Спёрджин травмирован. Так у них нет такого же, если капитан, значит, они без капитана могут играть. Нет, если капитан травмирован. Не, ну, неважно. В общем, короче, насчет Шабанова. Действительно, он меня еще в прошлом году поразил. Он же не драфтован, да? В конце сезона. Вот именно что, да. Вообще уникальный игрок. Он три пасы выдает. Очень классно. Кстати, мы говорили о Набоку и Илье. Его не драфтовал никто. И он готов для драфта. То есть, там после 21-го года нельзя драфтовать. Да, Набоку как раз он доступен для драфта. И представляете, вот я уже как раз в телеге эту тему поднял. Вот условный Сан-Хосе, да? Вот. Который прям край... Практически для Сан-Хосе это момент истины, да? Они там последние в лиге. Они могут получить с высокой долей вероятности первый номер драфта. Ну, не прям большая доля вероятности. Но у них больше всего шансов. Но она будет в шелтере. Ну, хорошо. Допустим, первый, второй, третий номера так или иначе. То есть, они очень сильно зависят от русского рынка. И вот у них дилемма, да? Они кого там? Силаев есть, есть Демидов. Но при этом Набоков. Набоков видит Набокова. Он оценивает талант вратаря, да? Он тоже, опять же... То есть, получается, ты можешь взять во втором раунде, допустим. А вдруг он уйдет раньше. Ну, такое все. Не, заканчиваю насчет трактов. Подожди, подожди, подожди. Сан-Хосе, ты же знаешь историю, да? Что Сан-Хосе уволил скаута. Вот, кстати. А если нет у тебя скаута по России, у тебя нет отчетов по России. Пусть это Набоков или не Набоков. Не, не. Но скаут по Европе-то у них есть наверняка. Не, если мы эту тему подняли, то, что Сан-Хосе расстался с Игорем Еронко, Игорь Еронко эту тему никак не прокомментировал. Вот, он, я изучил то, что они написали. Это, во-первых, крайне необычно, то, что генеральный менеджер клуба НХЛ открыто наехал на эмэче скаута. Просто обычно там без скаутов там дофига. Каждый клуб взял, открыто публично наехал. То есть, это с одной стороны... Кто наехал? Грир. Грир, да. А, Грир. Наехал на Игорь Еронко, что он плохо работал. С одной стороны, есть как бы... Интересно. К чему придраться, потому что мы не видели Игоря так много на матчах. Ну, ты видел его так? Вайсвельда я чаще вижу. Вайсвельда мы чаще видели, да. Но Еронко и базировался в Питере. Да, но от него ждали, что он катался много. Но суть в другом. Суть в другом. То есть, это очень необычно, что он на него наехал так. И я в этом вижу, как они, знаешь, соломку стелят. То есть, они хотят показать. Вот этот парень нас подвел. Вот мы на драфте, если на косячем, то вот он нам рынок не досмотрел. Вот мы не взяли этого русского, а вот он на это. То есть, они уже заранее тогда стелят соломку. И они как раз в этой статье... Он дал прям огромное интервью про мониторинг российского рынка. Говорит, мы не можем приезжать сейчас. У нас там проблемы. У них есть... Скаут у них был по России. Это Ладыгин. Нет, у них Константин Крылов был самый первый. Виталий, хватит 73 года. Я тебе говорю, на данный момент... Ладыгин, сын Ладыгина, который родился в 80-х... Кравцатова притащил. Откуда ты говоришь, откуда я знаю, что... Кравец 90-х приехал, я тебе говорю про сегодняшний сезон. Что ты мне говоришь-то эти... Потому что у них есть люди. Были. Были, я думаю, найдут при желании. У них был Константин и есть. Константин Ладыгин, который живет на Украине. Сын Ладыгина тоже там был хоккеист. И он не может приезжать сюда. Они взяли русского представителя, чтобы он следил, мониторил, ездил по городам. Он не может это делать. У них Словак, какой-то там Словак, который не говорит по-русски. Приезжал сюда на несколько недель, тоже что-то мониторил, какие-то отчеты составлял. И Ладыгин этот как раз по зуму с кем-то общался. То есть они дистанционно без представителя своего как-то вышли, нашли. Навели мостики с кем-то и все это сделали. Но это было неудобно. И поэтому он как бомбанул. Но они понимают, что действительно они сильно зависят от российского рынка именно в этот год. Потому что они заваливают сезон не просто так. Им надо же взять топчика. Силаева, представляешь? Размышь Силаева. Нет, нет, я к тому, что теперь они не возьмут. Вот почему Питтбург столько лет не драфтовал россиян? Прикол, кстати... У них не было своего скаута Дехованова. Потом Питтбург-Хованова, они вон задрафтовали Мурашова-Танкова. Поэтому если нет скаута у тебя в России, значит у тебя не будет, скорее всего, кто-то, кто, скажем, пролобирует этот выбор россиянина даже хотя бы в седьмом раунде. Прикол в том, что сразу же 30 человек выстроились и на место Еронко написали... 30! Да. То есть все хотят работать скаутами. Вот это такая работа. Ходишь на матчи, да. Святое место пусто не бывает. Да. И к чему мы вообще все это рассказывали? Напомните мне. С чего все началось? Почему мы там свалились? Я не знаю. Так, мы же говорили... Про Сабанова и Набокова мы говорили. Про Сан-Хосе. Про Сан-Хосе может взять Набокова, например. Да, да, да. То есть как раз вот эти ребята, которые выстреливают в Кубке Гагарина, вот они имеют высокий рейтинг. И за океан в том числе. Ну, как то же самое Артемий Плешков, его не дуртовали, пацан сделал 124 сейва. 124 сейва он сделал в одном матче. Да. Каким бы этот матч ни был. Слушай, а там же еще и Котляревский там зажигают. Котляревскому сколько лет? Ну, не важно. А в автомобилисте там вообще игроки, которых фамилии-то не знали. Мы дали прогноз, кто выиграет четвертый матч Динамо-Трактор? Нет. Давайте дадим его. Чтобы совсем не верю. Динамо-Трактор, да? Нет, играть в Челябинске. Это четвертый матч. Я на Динамо поставлю, потому что я считаю, что Динамо будет возвращаться. То есть Динамо вернет серию? Да. Да, я тоже на Динамо. Потому что, ну, опять же, по той же причине, что 0-3 не должно в такой серии быть. Там нет такого четвертого матча. Аргумент прям убойнейший. Не должно быть. Не должно быть. Почему не должно? Ну, потому. Хорошо. Ну, что, Гусев сыграл у тебя аргумент. Да, да, да. Я вижу. Потом у публика погонит вперед. Там Динамо может поаккуратнее сыграть. Большинство у них работает. В отличие от «Авангарда», они как раз предъявляют аргументы Динамо. Да, Моторыгин только одну шайбу пропустил. Думаю, наверное, он начнет в рамке. Ну, что-то четырех. Четвертый матч мы говорим. А, уже про четвертый? А. Блин, ну. Не сваливайся. Виталий, смотри, ты у нас любишь скандалить на эти темы. Ну, неважно. Все равно может и так быть. Виталий, ты любишь скандалить на эти темы, но как ни крути, как ни крути, да, как там завершаться четвертый матч. Но в целом, даже судить по началу серий, такой, знаешь, вот вылетают, как я их называю, лакшери-клубы. Ну, могут на вылет идти. Динамо, Спартак, Авангард и Ска, да, вот если без них приставить третий раунд, и у нас получаются пары локомотив, локомотив с кем? Сейчас скажу. Трактор, локомотив-трактор и автомобилист-металлург, это вообще там уральское дерби. Будешь ли ты считать эти полуфиналы кошмарными с точки зрения рейтинга, интереса к хоккею? Ну, кто будет следить за парой автомобилист-металлург? Автомотив-трактор, автомобилист-металлург. Вот полуфинал. При всем уважении к этим командам, мы их любим, они классные, но сам подумай. Вот как? Почему-то трудно. Ты же сам говоришь, что не бывает без московского хоккея, нормального хоккея в России. И посмотри, сколько лет мы привыкли к тому, что ЦСКА там был, да? До этого там Динамо играло в финалах. Ну, до этого были такие клубы, там топчики, да, базовый клуб сборной, да, там, Быков, Сварад. Не проблема, если проверить, сейчас же все рейтинги замеряются, телетрансляции будут, посмотрим. Тебе будет интересен полуфинал, автомобилист-металлург. Металлург, точнее. Вот как играешься с автомобилистом, меня просто поражает. Мне будет интересен. Будет, да? Вот как они со ЦСКА играют, так-то вообще я не ожидал. Самый современный, я не удивлюсь, если будет финал, два этих брата Заворохиных выйдут. Я, например, буду смотреть. Все будут смотреть. Интересно. Нет, а вот будет массовая публика смотреть. А массовая? Вот это вопрос. Ну, вот Металлург Лев смотрела массовая публика 2014 года? Мне кажется, не факт. Очень был финал, где было много, во-первых, голов, во-вторых, там были топ-звезды, топ-звезды там были. Мазякин, типа. Мазякин, Зарипов. И в-третьих, там были скандалы, которые генерировал Геннадий Величкин. Это было. То есть, был и ажиотаж, и были звезды. Здесь кто звезды? Вот так вот разобраться в этих полуфиналах. Кто вырисовывается? Это рабочие команды, рабочие крестьянские. Особенно Локомотив. Ну, да, по большому счету. Кто там звезды-то? Города не столичные. Через что медиа будет все это раскручивать? Нет, что... Да. Тебе интересен плывок и хэл без московских клубов? Мне лично будет интересен. Ну, я необычный же болельщик. Необычный? Да. Раз в 20 лет. Рядовому болельщику. Ну, это мы, Григорий, посмотрим. Что я хочу отметить? Мне кажется, такого не было, чтобы в Москве, вот на ранних стадиях плывок, были аншлаги постоянно. Что на Динамо, что на Спартаке. ЦСКА, по-моему, только в прошлом году до финала начали аншлаги собираться на Автозаводской. Я к тому, что здесь такой бум хоккея, это, конечно, будет удар. А я же не говорю про Питер. 23 тысячи на каждый матч. А там, что-то дворцы маленькие. Ну, получается, все-таки это было какой-то... Всем приелось, надоела эта система по конференциям. Но, получается, она как-то все-таки уравновешивала. А это революция в нашем хоккее, то, что сделали смешанный плывок. Посмотри, к чему это приводит. Ну, подожди пока, мы же так сейчас говорим. Ну, это как революция. Смотри, вот Энхел сейчас уже много вопросов им задает. Ну, давайте уже хватит играть одни и те же пары в первом раунде. Ну, вот мы здесь, получается, немножко прогрессивнее выступили порядок. Что там сейчас основная теория, что это ЦСКА, чтобы развести. Но, с другой стороны, мы получили, правда, новые пары. Типа, Металлург, Спартак, Локомотив, Авангард. Это же интересно. Этого никогда не было. Поэтому, почему бы и нет. Посмотрим дальше. Если это как-то станет неинтересным и надоест, ну, можно будет обратно вернуться. Типа, будет Металлург, Трактор или Спартак, Ганамо во втором раунде. Паша, знаешь, я на чем основываюсь, когда говорю, что вот это Москва типа все. Ну, на футболе основываюсь. Потому что я сейчас вообще не смотрю. Ну, представь, что там Московская команда и Зенит не будут претендовать на чемпионство. Кому нужен будет чемпионат? Он только и выжил в 90-е годы, что там были сколько там, 5 или 6 столичных команд, плюс Зенит. Ну, кому он был бы нужен, чемпионат футбольный? Ну, в смысле кому? Ну, тем, кто там в Краснодаре или там... Ну, там живут. Извините, сейчас начали строить эту дорогу высокоскоростную. Москва, Петербург. И там я обалдел. Там скажешь, на этой дороге будет 30 миллионов жителей. То есть, 20% населения всей России. Даже вот так, если взять. Ну. Ну, знаешь, сколько... Ну, как это с футболом-то связано? Ну, потому что... И почему это должно быть связано с футболом, когда мы говорим о хокке. Потому что люди все основные здесь и... Уносят просто тебе. Нет, что... Большие рынки. То же самое, как Эдхэл. Почему в Кребеке нет команды? Я у тебя задал вопрос. Без больших рынков третий раунд Кубка Гагарина тебе интересен? Ему да. Ты сравниваешь. Ты как специалист. Мне да, а большому кругу болельщикам, я думаю, нет. То есть, будет просадка, да? Я думаю, просадка. Ну, поехали, посмотрим рейтинги. Андрей нам расскажет. Это случайность, то, что Урал так хайпует в этом плове, что три... Я думаю, да, какая здесь закономерность. Ну, может быть, там самородки такие прямо. Самородки? А что, никогда не было самородок? Нет, слушай, я считаю, это главная сенсация. Что трактор, что автомобили, что они так будут играть. Они же по делу выигрывают. Это же не просто так. Это нижние команды из нижней части восьмерок. То есть, мы тогда думали, что Акбар, Салават, надо всех разгонять, всех увольнять. Оказалось, нет. Отличные две команды. То есть, это не случайно они прошли. Может, и надо. Тогда она сейчас, условно говоря, там, кого там... Ну, в ангарде уже разогнали. Ну, да. А давайте мы ответим на два вопроса. Вот. Мы не будем на этот раз задавать рубрику «Вопрос ребром», потому что эти вопросы, мне кажется, интересны всем, чтобы подумали об этом. И каждый даст свой прогноз. Два прогноза. Во-первых, кто выиграет кубок Гагарина по состоянию здесь и сейчас? Ну, я могу. Я уже сказал. Но ты должен объяснить. Ну, локомотив. Локомотив. Почему? Потому что, первый тренер, единственный, кто уже выиграл кубок Гагарина. Вторых состав накатанный. Но там нет слабых мест. И они в отличной физической... То есть, он привел именно на пик формы. Локомотив. Я думаю, что выиграет «Магнитка». Почему? Потому что у «Локомотива» есть ахиллесовое питание, играет слабо в атаке. Прагматично, я бы так сказал. Прагматично играет в атаке. И эти все XG1-22... Слабо. И 7-0 обыграя «Авангард». Ну, это же мы же понимаем, что это один матч, когда можно залететь. «Авангард», когда хватает удаление. Мы же не будем рассматривать 7-0 всерьез, как справедливость отражения сил. А первый матч, там минимальный счет был. Сколько там большинство? У них еще резерв в «Локомотив» большинство не реализуют. Короче. Первый матч, там сколько было большинство? Виталий, ты дал свой прогноз. Я согласился с ним. Я даю свой прогноз. Что ты гасишь-то сразу? Я объясняю, почему мы прогноз. Основан на чем? Подискутировать. Я говорю, он основан на том, что «Локомотив» играет «Райзин», может быть, у него нету кубков, но он очень долго в лиге, он знает все, вот эти нюансы, и он, мне кажется, сможет что-то скреативить, подобрать «Локомотив». Опять же, есть такое какое-то чувство у меня, что клубы «Восточные», они прям внутри, собственно, «Восточные» клубы стоят, да, на выход в полуфинал, что «Восточные» клубы лучше играют, чем «Западные», более такие, «Кубковые». Вот, и мне кажется, «Магнитка» сможет замахнуться на это. Как я думаю. Можно противовес сказать? Я считаю, там «Набоков» не потянет до финала. И «Саев»? Почему «Саев» потянет? «Саев» уже доказал. С «Локомотивом» это же никогда не понятно. Это «Вратарь» топовый или система игры? Там все вместе. Именно, что там все вместе работает. Какое там нападение? Они же просто «Авангард» задушили. Они же из зоны выйти не могут. Они бегают там. Я согласен. Но я просто к тому, что эти семьи... А первый матч, если мы возьмем, вот ты спрашивал про XG второй игры, когда там при одном... Первый матч, ты имеешь в виду? «Локомотив» «Авангарда». Так они первый период проспали. Они просто из ритма выпали. А потом они набрали все. «Локомотив» то есть? Конечно. «Ну хорошо, проспали». Проспали они первый период. Ну, там очевидно. Ну, с третьего периода они просто там... Ну, со второго, я бы сказал. Ну, ладно. Ну, со середины второго периода, можно так сказать. Ну, забить-то не могли. То есть, они мучились до девяностей какой-то минуты. То есть, они... «Авангарда» тоже. Три с половиной периода возили «Авангард» и... Великолепная атака там. Два суперфорварда. Ну, короче. Я тоже, на самом деле, за «Металлург». Вот пока здесь и сейчас. Да. Я здесь и сейчас. Потому что, да, мне нравится «Металлург». Так ты в начале сезона ставил еще. «Металлург» у тебя был. Да. И поэтому этот мой прогноз позволяет еще тот... Мне позволяет до сих пор не переобуваться. И продолжать верить в «Металлург». Поэтому здесь и сейчас, да. Потому что, вот, меня впечатлили их эти матчи со «Спартаком». То есть, если они такому нападению вообще ничего не позволяют сделать. Какому тогда нападению? Ну, какое тогда другое нападение будет способно забить «Металлургу»? Ну, посмотрим. Пока, Магнитка. Да. При этом мы не будем сбрасывать со счетов лакшери клубы. Вдруг СКА сможет. Что-то про СКА, да, как-то. Мы как-то не будем списывать со счетов. Вдруг СКА. Да. Нифигуры. Да. Если есть сомнения по «Авангарду», который крайне неудобно ему с «Локомотивом» играть, да. Вот. Может быть, какие-то эти клубы... Никишина потеря оказалась серьезная. Да. Второе. Кстати, с Никишиным могут его подталкивать к тому, чтобы вернуться. Но он не вернется, пока не будет полностью здоров. Потому что там рецидив. Это очень важно. Конечно, это опасно. Да. Очень важно. С другой стороны, опять же, знаешь, когда берешь интервью у ребят, которые там, ну, только что сыграли матч, они выходят, у них там все перемотано. Лед к колену, да. Там вот это все. Ну, то есть там нет... Нет, ну, лед это может быть просто, знаешь, как вся шайба прилетела. Там, может быть, ничего такого прямо глобально страшного. Просто лед положил. Что интересно. В тракторе не играет основной защитник Телегин. Да. И тем не менее, они всех обыгрывают. В автомобилисты не играл капитан Широков. Широков. Да. А предыдущим... Ну, Широков и в регулярке он все равно так иногда пропускал. Да, и ничего не изменилось. Мне кажется, на максимуме, скажем... Я считаю, тут, конечно, братья Заворохи, это тренерское открытие этого сезона. Я, кстати... С кем? Ну, с автомобилистом. В одном отеле стоял. Ну, там такие приятные ребята, со всеми, кого видел, со всеми здоровался. И я что-то так между матчами, между первым и вторым матчем на лифте спускаюсь, выхожу на завтрак. Идет на меня Заворухин Николай Николаевич. У него торты с собой такие. А, на день рождения же был? Ну, я и не знал. Я не помнил. Он на меня смотрит. И я так на него смотрю. Говорит, здрасте. Там все остальное. Как-то... Или ошарашен был, что я здесь. Или такой... Застукал с ним. Здоровался, да. Я думаю, что он с сортами ходит. А он как раз в день рождения... У них там было, не знаю, не помню, тренировались они или нет. Потому что там прессы, они закрыты. Тренировки проходят. Он на всю команду купил тортов. Это показывает о том, что это такое у них. Душевная атмосфера. Спортсменам не вредно. Торты-то есть. Ну, там по кусочкам. Ну, ладно. В день рождения. Да, да. Каждому, что ли? Отстал ему. Это важный, опять же, момент, который показывает, какой там тимбилдинг... Ланыч Милларионов, что там, кусок съел один. Второй вопрос. Второй вопрос. Кто сейчас идет на MVP? Плэвов Кубка Гагарина. Потому что нас вручают, конечно, не с такой прям помпой, как Консмайт Трофи. Такой. У нас вручает какую-то там, не знаю... Ну, ее побольше сделали эту вот статуэтку. Фигульку какую-то. Вот это было... Ну, долгие годы реально фигулька была. А сейчас как-то она побольше стала. Ну, мы говорим о статусе. Статус, да. О статусе. Вот на данный момент, как вы видите, кто MVP, кто самый ценный. Ну, я бы куда-нибудь в сторону трактора смотрел. Там типа Фукали, может быть, Шабанов, что-нибудь такое. Фукали немало пропускает. То есть, на основе, на контрасте с Набоковым, с Исаевым. И что? Мне кажется, Фукали вот... Он переигрывает оппонентов. С Аликиным. С Аликиным. Ну, с Аликиным. Подождите, сейчас посмотрим, что дальше. То есть, Фукали. Ну, я бы, да. Мне кажется, вот... Особенно здесь еще видео из раздевалок. Мне кажется, что Фукали прямо сейчас лидер этого трактора. То есть, он, во-первых, хорошо играет. Значит, ты говоришь, Магнитка выиграет Куба Гагарина, а самым ценным будет трактор? Да. Мы говорим про здесь и сейчас. То есть, если выиграет Магнитка, посмотрим, кто там будет в Магнитке. Два прогноза. Как так получается? А вот так? То есть, мне надо теперь из Магнитки выиграть? Не, не обязательно. Ладно, Гребенкин. Не, ну ты сам понимаешь, что обычно дают тот, кто выиграл. Но крайне редкий случай, кто был финалист. Ну, хорошо. Просто к тому, что у меня сейчас для Магнитки нет вот такого ярко выраженного лидера в тракторе. Мне кажется, это Фукали. Если из Магнитки, пусть будет Гребенкин. Ну, потому что, ну что там будет выбор Гребенкин, там пресс, я не знаю, Набоков. Но я выберу Гребенкину. Потому что, мне кажется, это как в случае с Вашингтоном и Овечкиным. Когда Вашингтон побеждает, Кузя проводит там выдающийся плей-офф. Гребенков дают Овечкину, ну как бы так, за заслуги и за, ну, за дух там, за лидерство. Вот. Мне кажется, что в Магнитке Гребенкин, несмотря на свой возраст, он прямо сейчас вот выдвинулся на лидерские позиции именно вот с точки зрения вот каких-то таких человеческих моментов. Виталий? Ну, я буду, наверное, банален. Раз я поставлю на локомотив, значит, Исаев. Угу. Давай выбери из Металлурга тогда. Попробуй объясни. Из Металлурга взять? Нет. Я это выберу, но ты объясни, почему Исаев? Ну, потому что локомотив всю игру от обороны строит. У них же есть великолепный Денис Алексеев, который похоронился из КАУ. Про первый раунд. Ну, а что, второй раунд потерялся? Ну, пока потерялся, да. Ну, нет. Мы MVP за первый раунд, что ли, вручаем? Да. Там такой ровный состав, ровный состав, что... А что, он мало сделал? Кто? Алексей. Ну, в втором раунде пока он особо ничего не сделал. Там... Ладно, хорошо. Короче, Исаев, да? Исаев, он каждый матч... Хороший парень и четкий вратапец. Ну, смотри, Стоискат, он переиграл, Федотова и всех переиграл. Чемпионов отправил на каникулы. Ну, я выбираю из состава Магнитки. Очевидно, что это Набоков, потому что, во-первых, это сама история по себе сенсационная. Ну, первый год, 20 лет, не самый такой прям габаритный, супер такой прям этот титан мысли, обычный паренек, да. И у него 94,5 вот на данный момент по проценту отраженных бросков для дебютанта. Это просто фантастика. И с такой фамилией, и с таким вот заходом... Ну, как минимум, слушай, ну, это как минимум. Нет, я с тобой полностью согласен, если Магнитка выиграет, то Набоков... Набоков, да. Если он продолжит ожидать... 20 лет... Я вот 20 лет это выигрывал у нас, чемпионом становился... Вратарь? На скидку не скажу, да. Они у него делали ставку, у Магнитки есть потенциал. Ты говоришь Варламов, но они же не выиграли тогда. Ну, они не выиграли. Время было 18. Ну, да. А сколько было... Кто у нас уже 20 лет выиграл? Вообще так вот вошел. Из вратарей? У нас... Сорокин? Сколько было Сорокину, когда ЦСКА выиграл? В 19-м? Да. А он какого? 24, по-моему. 95-го или 96-го. Да. Явно не 20-го. Не, ну, он там уже давно играл. Да. Это будет очень редкий случай. Это величайший случай будет. Мне кажется, это... Ты сейчас опять будешь орать, а я после 3-х, по-моему, только был... Блин, вскатывает вратарь. Белошейгин, который рано стал играть на уровне сборной. Это величайший случай, да. Хорошо. Мы так запрогнозировали. Давайте мы обещали в прошлой передаче вспомнить Криса Саймона, добрым словом, который тоже в этот черный день, 19 марта, ушел из жизни. Что, может переходим к викторине? Ну, она не за горами. А, еще пока нет. Что мы тянем? Да. Просто мы ее должны вспомнить о нем. Перед викториной, это действительно такой случай, да, когда... Не первый, кстати, уже, что Тавгаи, они не слишком много зарабатывают. Опять же, такие ребята безбашенные достаточно, да, они там и деньги быстро проматывают. Легко их тратят, да. Изи кам, изи гоу, да, как говорится. Вот, и он последние годы был в какой-то не очень хорошей ситуации в финансе. Саймон, по-моему, что-то судились, судились там с ним, как в банкротство. Ну, я вот читал сейчас, когда вот, ну вот, стало известно о его смерти, там писали, что там были что-то с элементами, там с разводом, да. Депрессуха такой. Это, к сожалению, то, что многих Тавгаев вот этой старой школы преследовало, да. Болезнь, да, болезнь. И вот это все, конечно, Саймон был такой, славный парень, такой настоящий, так бы Гай классический. Без всяких этих подлых приемчиков, соблюдал кодекс Тавгая. Мол с кем угодно. Не совсем уж подлые, как он там вырубил Рейнджера, как вот когда за Леннерс 25 матчей. Ну, это было, да. Но, с другой стороны, этот, даже Макс Орли клюшкой долбанул Браширо. Слушай, они действительно все равно умирают. Макс Орли, по-моему, уже умер, да? Ну, вот проверить. Виталий так похоронил человека. И давай, ты живой там, я проверю. Сейчас я проверю. Ну, понятно, что эти там, про Оберт, да, вот про них, Макс Орли, по-моему, я не слышал про Марти. Ты что? Да. Да. Ну, конечно, после того случая… С Дэвом Семенко, может, его перепутал. Макс Орли жив, ему 60 лет. Ты его перепутал, может быть, с Дереком Бугардом. А Дэв Семенко? Так, короче, всем здоровья. Вот, давайте, ладно, перейдем к Викторине. Сейчас проверим. 10 шайб. Да, а Дэв Семенко сделал вот в 57, в 17-м году. Сколько ему лет получается было? 60 лет, что ли, да? Перейдем к Викторине. 50. 10 шайб. И мы поговорим о Крисе Саймоне, задам 5 вопросов. Кнопки у вас уже стоят. Вот, и… Первый телохранитель, я имею в виду, грецкий Дэв Семенко. Первый вопрос, Крис Саймон. Сейчас, давай. Опа. Кнопочка готова у тебя под рукой? Кнопочка готова. В каких клубах КХЛ он играл? Кто нужен? А вы как? Одновременно нажали? Не знаю. Давайте еще раз. В каких клубах КХЛ он играл? Он раньше. А как? Одновременно нажали? Как это? Надо к тебе поворачивать что-то, да? Да. Она зажигается? Да, горит. Вообще, в играх одна нажалась, другая должна заблокироваться. Да, должна заблокироваться. Назовите все клубы. Витязь, Динамо, Москва и Кузня. Все правильно. Да, да. Виталий, наверняка бы не назвал какой-нибудь из клубов. Да нет, но я-то знал. Все три? Конечно. Простой вопрос. Когда он взял кубок стендера? Реально к нему повернул, да? Да. А зрители? Зрители не видят. В Колорадо. В Колорадо. В 2016 году. Как он оказался в Колорадо? Это вопрос сейчас или что-то? Нет, это вдогонку. Объясни. Потому, что из Клюбек команда туда переехала. А как он оказался клюбить? Если он... По-моему, поменяли его с Филадельфией, что ли? Да. Что-то было. Сколько он шайб забросил? Сколько шайб забросил Крис Саймон, проведя 744 матча в НХЛ? Это вопрос. Он провел 744 матча в НХЛ. Ну и что? И выиграет тот, кто будет ближе к этой цифре. Вы должны подумать. Потому, что есть Товгайи, которые как пробки. Да? У них там типа... 744 матча. Вы должны подумать. Ты же сам просил, сколько шайб. Ты же сказал. 744 матча. Да. Вы можете... Я не буду, конечно, давать варианты ответов. Вы можете нажать. Ну, давай я нажму. То есть, просто окажется ближе. И вы подумайте, насколько у него был потенциал атакующий. Может, он был бревном. Может, он забивал. Не был бревном. Чего ж. Давай. Нажму. 744 матча. А ты потом будешь спрашивать рекорд самого по сезону? Не спрашивай. Он изготовил. Это я помню. Сколько? Ну, я могу сказать примерно. Давай тогда же скажу «да». Точно. Мне стоит. Это мой вопрос. 156. У тебя. Да. 135. Так, считай, считай. 156. 135. Вы должны сами посчитать. Откровенный ответ – 144. Что, не сейчас, что ли? 156, 144. У тебя 12 разница. У тебя 35, 44. Блин, 9. У тебя 9. Ты выиграл. Выиграл. Да. Посмотрите, вот парень… Блин, он был с качеством 50. Чего я начал… Товгаем, но он забил 144 гола. Какой у него был рекордный сезон? 29, по-моему. 29. Почти 30 голов забил. Нет. 30 голов. Ну, было, наверное, они просто… Не готовил этот вопрос. Ну, я просто так насквит. Мне кажется, было 29. Крис Саймон самое рекордное количество лет в карьере провел в Вашингтоне. 6,5 лет в Вашингтоне, потому что он мотал из команды в команду. 6,5 лет он провел в Вашингтоне. Сколько матчей, сколько сезонов он сыграл с Овечкина? Ну, это я знаю. Ноль. Ноль. Правильно. Там до того было еще. Саймон был как раз чуть ли не главным игроком Вашингтона. Я помню, там был момент, когда был вратарь Колцак. Саймон в атаке. И он там забивал, как раз, по-моему, 29 было там, в том районе, да. И… Представляешь, там поменялось, пришел Овечкин. А они после локаута изменили все стиль. Саймона ждали. Динамо Москва не пересекались? В локаут какой-нибудь. Слушай, он там в Динамо Москва, он был, по-моему, при изнарке, вот… В 11-м году. Типа, да. И он там… На плей-офф. Сыграл там несколько матчей. Взяли на плей-офф, провел шесть матчей, забил два гола. Но они, по-моему… Какого они вылетели в 11-м году в первом раунде? Подожди. Они чемпионов стали в 12-м, 13-м. Это Динамо… А, Риги, по-моему, проиграли. В 11-м году. Нет? Не Риги? Я не помню. Но они шесть матчей проиграли. Шесть матчей… В 14-м они вылетели в первом раунде. Мне кажется, и тот, кто ответит, выиграет. Дело было в КХЛ. Крис Саймон приехал в КХЛ, играя, и нашелся русский, который вырубил его с одного удара. А, русский? Русский. Русский игрок вырубил Криса Саймона Великого в КХЛ. Ну, с одного там, с двух просто завалил его на лед. Еще бил, пока судей его не растащили. Криса Саймона, русский. Потом в интервью Галышаку Кружкову Крис Саймон рассказывал об этом эпизоде. И он говорил, что этот русский его завалил. Ну, что, он нажал, пусть отвечает. Отвечает. Сейчас, да. Я думал, ты это имел в виду, там, в тракторе был, Гринье такое. Нет. Я думал, ты его имеешь в виду, а ты имеешь в виду русского. Может, ему дали русский паспорт Гринье? Может, действительно, было… Они же все так, если так потереть… Натурализованные. Русские, в каком-то смысле, иностранцы. Да, русские. Давай, попробуй, рискну. Ну, я думаю, кто там еще мог-то. Ну, кроме Назарова, я думаю, никто его не мог. Назаров, нет? Назаров. Ну, это не он. Назаров уже закончил в том моменте. Ни Назаров, ни Назарбаев. Так. Ну, ты давай попробуй. А у тебя вариант есть? Нет. Нет? Не готовил я. Слушай, у меня два варианта. А мог бы подготовить. Ну, попробуй. А давай так, если ты не угадаешь, то у Виталия дадим шанс еще один. Ну, давай так. Да, у меня есть еще второй вариант. Давай. Вот ты давай сейчас свой. Я понял. И так до тех пор, пока вы не угадаете. Ладно. У меня просто два варианта. Значит, выбери самый такой, который тебе. Давай, Свитов. Нет. Хорошо. Ты теперь. Артюхин. Нет. Уланов. Да. Игорь Уланов. Это было в сентябре 2008 года. Обратите внимание на слово. Сентябрь 2008 года. Есть даже видео, как Уланов против. С самого удара. Да. Против. И он прям лег там. Это было на льду Витязя, кстати. Вот он же за Витязь играл, Саймон. То есть, на домашней площадке Уланов его так замутузил. И в интервью с Галышаком Крышковым мне понравилось объяснение. Он говорит, я специально упал. Я специально меня не завалил, я упал из стратегических соображений. Чтобы удаление получить. Он говорит, моя команда в это время боролась за плей-офф. Я упал, чтобы удаление получить. Ну, я говорю, чтобы удаление получить. Но это сентябрь был. Как команда боролась за плей-офф в сентябре. Ага, ну он перебутался уже. Отговорку придумал. Придумал, да. На Уланов, он тренер Спартака. Вот я просто вижу, когда разевалку схожу после матча, насколько он мощный. Мужик такой. Прям не был Товгаем, таким классическим. На Уланах, да? Он жесткач был. Он был очень жесткий. Можешь завалить реально кого хочешь. Ну, там химики все были жесткие. Сибирский мужик. У Васильева. Да. Так что... Никольчик, там Селянин. Там команда жесткая. На каждого Саймона найдется свой Игорь Уланов. Наш Уланов. Вот такая была передача. Пишите в комментариях все, что об этом думаете. Обсуждаем. Прогнозы делаем. Кубок Гагарина набирает максимальные обороты. Пока-пока.